Добрый вечер! В прямом эфире информационная программа Вести Кабардино-Балкария в студии Беслан Суидимов и в начале коротко о главных темах выпуска. Как открыть свой бизнес и вести хозяйство? Ученые и экономисты готовы помочь аграриям. В Нальчике начал работу новый консультационный центр. Лучшим дипломы и именные стипендии «Единая Россия» отметила отличников учебы. Строитель, писатель, журналист и телевизионщик Алексей Кушхаонов сегодня празднует юбилей. Как обеспечить право детей сирот на жилье сегодня обсуждали на заседании президиума парламента КБР. В повестке дня значилось 16 вопросов и этот законопроект был рассмотрен одним из первых. Документ содержит нормы, которые должны обеспечить дополнительные гарантии социальной поддержки сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Теперь при выходе из домов-интернатов, если у них нет своего жилья или в нем невозможно проживать, государство будет предоставлять сиротам социальное жилье на 5 лет. А если из-за этого времени удастся решить жилищный вопрос, то срок проживания во временной квартире может быть продлен еще на такой же срок. Сегодня заслушанный проект закона о внесении изменений в административно-территориальное устройство КБР предлагается отнести поселки к числу сельских поселений, что должно повлечь изменения в налогообложении на землю, обеспечить возможность получения льгот сельскими учителями и медиками. Принятие закона отложено на следующую сессию. Аграрии республики теперь смогут получить профессиональную помощь специалистов в области сельского хозяйства. При поддержке Минсельхоза КБР в Нальчике открылся новый информационно-консультационный центр. С его работой сегодня ознакомились председатель правительства республики Иван Гертер и министр сельского хозяйства и продовольствия Альберт Коздухов. Подробнее мой коллега Козбеги Киев. Знакомство с работой нового центра глава правительства начал с общения с первыми клиентами. Служба только открылась, а желающих получить консультацию уже собралось немало. Тем более, что услуги центр предоставляет абсолютно бесплатно. И это не единственное преимущество. Специалисты института еженедельно, совместно с Минсельхозом, мы выезжаем во все районы. Вот сегодня семь наших специалистов находятся в Майском и в Тельском районах. Непосредственно оказывают на полях практическую помощь. Экономическое и правовое консультирование, профессиональные советы ученых, услуги информационно-аналитического отдела. Консультационный центр «Аккор Агропроект» – это своеобразный ликбез для тружеников полей Кабардино-Балкарии. Совет от «Премьера» – общаться с фермерами простым и понятным для них языком. Надо этим людям рассказать, что прежде чего надо начинать. Вот это самое главное. Захотел ты этим заниматься – определи. Приди по совету. Тебе сделают алгоритм действий. А, Б, В – чем надо заниматься. Вот так. А вы научно-технологические процессы пойдете? Куда я пошел? Я корову хочу доить. Руководители нового центра заверили – к каждому найдут индивидуальный подход. Поддержать работников Минсельхоза уже готовы сотрудники вузов Кабардино-Балкарии. А опытные экономисты помогут всем желающим грамотно составить бизнес-план. Главную цель новой службы премьер сформулировал четко. Надо приучить обратно людей заниматься сельским хозяйством. А то у нас сегодня уже в селе коров не держат, овец не держат, коней не держат, лошадей не держат. Уже там держат десяток курей, свежие яички и все. Народ разленился. Надо работать. Хочешь жить – умеешь работать. Желающих и умеющих работать в республике достаточно. А представители нового центра готовы подкрепить это стремление своими профессиональными знаниями. Казбеки Киев, Юрий Искандеров, Вести Кабардино-Балкария. Сегодня в Кабардино-Балкарской государственной сельскохозяйственной академии прошло вручение дипломов и именных стипендий регионального отделения партии «Единая Россия». Получили их отличники учебы, школ и вузов республики. Эту церемонию «Единая Россия» проводят ежегодно уже на протяжении 10 лет. У нас, в Кабардино-Балкарии, очень много талантливых молодежи. Конечно, всем вручить дипломы и стипендиатов, именные стипендии мы дать не можем. Мы даем только самым-самым лучшим из лучших. С приветственным словом к собравшимся обратился ректор сельхозакадемии, руководитель фракции «Единая Россия» в парламенте Кабар Борис Жируков. Вице-спикер законодательного органа Кабардино-Балкарии Татьяна Сыенко в своей речи призвала ребят не быть равнодушными к происходящему вокруг. С ответным словом выступили и стипендиаты. В этом году поощрение и поддержку единороссов получили 47 человек. Представители партии выразили надежду, что год от года число стипендиатов будет увеличиваться. Это, в свою очередь, положительно скажется на качестве образования в Кабардино-Балкарии. В Министерстве спорта, туризма и курортов подведены итоги спартакиады в федеральных госслужащих КБР. Участники соревновались в восьми видах спорта. Плавание, волейбол, легкая петька, шахматы, армрестинг, перетягивание каната, мини-футбол. Острая борьба развернулась по каждому из этих видов. До последнего не было ясно, кто же в итоге станет победителем. Силовые ведомства, принимавшие участие в спартакиаде, продемонстрировали отличную физическую подготовку. Да и сами соревнования прошли на высоком уровне, что отметил во вступительном слове министр спорта, туризма и курортов Аслан Афаунов. Я готов разговаривать со своими коллегами и принимать сам участие. Давайте на финальном соревновании будем привлекать гораздо больших руководителей. Вот это мое видение, за счет чего мы могли бы поднять популярность. Пресс-конференция прошла в виде диалога между главой ведомства, представителями силовых структур и журналистами. И здесь же принято решение следующую спартакиаду провести не в марте-апреле, а в более теплое время года. Расширится программа соревнований. Завершила пресс-конференцию, церемония вручения наград победителям спартакиады. Ими стали команды МВД, УФНС и МЧС по КБР. «Мой род, моя семья» – конференция под таким названием прошла сегодня в Кабардино-Балкарском институте бизнеса. Ее цель – сформировать у подрастающего поколения убеждение о важности и роли семьи в жизни человека. А лучший способ активизировать интерес молодежи к своим корням, решили организаторы, – это открытый обмен мнениями. Тему продолжит наш специальный корреспондент Сафар Гириев. «Неуважение к предкам – есть первый признак дикости и безнравственности», – писал когда-то великий поэт Александр Пушкин. Психологи считают, что интерес к своим корням живет в душе каждого человека. И эти стенды, результаты творческих поисков студентов, вполне могут служить подтверждением этому. С любви к своим родителям, своей семье начинается любовь к отечеству, его прошлому и настоящему. А такие конференции способствуют сохранению и поддержанию лучших национальных традиций. «Мы наряду с теми образовательными программами, которые мы здесь осуществляем, всегда проводим целый комплекс воспитательной работы. В этом конкурсе наши дети, уже четвертый год мы ведем, очень активно участвуют. Они приносят фотографии дедушек, бабушек, прадедов, они составляют древо своего рода, они многое сами узнают, узнают через старших, исследовательская работа, такая работа, которая социальные чувства развивает». Наши старшие всегда знали свой род до седьмого колена, говорят сами участники конференции. Семья – это особого рода коллектив, играющий в воспитании основную, долговременную и важную роль. И в докладах, своего рода научных исследованиях, молодежь именно в этом ключе попыталась осмыслить вопросы генеалогии. «Знание истории своего происхождения, своего рода, своих корней – признак гражданской зрелости и основы патриотизма человека. Это страшно, когда мы не знаем свою историю, свое родословие, но еще страшнее, когда мы не знаем, откуда и куда мы идем». В заключении конференции ректор вуза Феликс Хараев и заместитель руководителя Объединения Организации профсоюзов Кабардино-Балкарии Анна Головатенко вручили отличившимся грамоты и подарки. Самым же ценным подарком для молодых исследователей стала книга известного писателя Заура Налоева «Этюды по истории и культуре адыгов» с его личным автографом. Сафар Гиреев, Анатолий Дереко, Вести, Кабардино-Балкария. К другим темам. Кондитерская фабрика «Жако» первой в нашей республике получила международный сертификат соответствия ГОСТ-ИСО. Он является базовым для предприятий, расположенных в странах, вступающих в ЭТО, а Россия, как известно, собирается выйти во Всемирную торговую организацию уже в этом году. Международный стандарт подтверждает безопасность продукта питания и гарантирует, что он не причинит вреда здоровью потребителя. Конечно, есть и употреблять его по назначению. Сегодня свое 70-летие отмечает писатель Алексей Кушхаунов. Он буквально ворвался в литературу в 1962-м, опубликовав на страницах «Кабардино-Балкарская правда» рассказ «Поездка». Сегодняшний юбиляр – автор 10 книг, многочисленных эссе, очерков и критических статей, известных далеко за пределами Кабардино-Балкарии. В литературу Кушхаунов пришел, имея за плечами немалый стаж рабочего строителя, службу в армии, опыт ответственной комсоморской и журналистской работы. Есть в его трудовой книжке и запись о работе на телевидении, сначала в должности старшего редактора. По его рассказам, сняты документальные фильмы «Вкус чурека» и «Старики». А с 1982 по 1987 год он руководил телевидением Кабардино-Балкарии. И в этом году писатель отмечает двойной юбилей своего рождения и 55-летие рождения республиканского телевидения. Я бы хотел, чтобы вот эта творческая жилка, которая держит всех профессионалов на телевидении, она не затухала. Я бы хотел, чтобы работники телевидения всегда понимали и отражали в своем творчестве каждодневную жизнь народа отражать и в меру сил помогать людям, которым сегодня не так уж и хорошо, которым необходима помощь. Вот такую вот несилу телевидение я приветствую. Я вижу, крамотные люди пришли, умеют себя вести, умеют в кадре подать себе, умеют раскрыть собеседника, разговорить его. Это очень важно для телевидения и радио. Коллектив ГТРК Кабардино-Балкария присоединяется к поздравлениям, которые звучат сегодня в адрес Алексея Кушхаунова. И в эти минуты в ДК профсоюзов проходит большой праздник. Поклонников национальной хореографии собрал Государственный академический ансамбль народного танца «Нальмаз». На концерте художественного коллектива из Адыгея присутствует наш корреспондент Инна Богатырева. Инна, что в программе, чем радует зрителей известный коллектив? Да, Беслан, этот концерт посвящен 75-летнему юбилею самого ансамбля. У Государственного академического ансамбля богатая история. «Нальмаз» не раз становился лауреатом всероссийских и международных фестивалей, является обладателем медали «Слава Адыгея». Кстати, в сегодняшней программе ансамбль представляет совершенно новую композицию «Рождение Исламея», поставленную художественным руководителем Мухаммедом Куловым, специально к юбилею. До этого исполнялась она только в Адыгее. Еще одна особенность этого концерта является то, что целый ряд отдан выходцам из Сирии, нашим соотечественникам. Администрация ДК профсоюзов, организаторы пригласили их на концерт. В состав делегации где-то около 30 человек. Сейчас концерт все еще продолжается. Веслан. Спасибо. И на прямой связи со студией была Инна Богатырева. Все новости нашей программы вы можете найти на сайте вести.кбр.ру. На этом служба информации завершает свою работу. Далее прогноз погоды. До встречи на телеканале «Россия». Что их беспокоит? Чего они хотят? No fake. Туристическая фирма «Остыр». Здравствуйте. По данным информационного агентства «Метео новости», в предстоящие сутки на территории Республики ветер северо-восточный, порывы до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 722 миллиметра ртутного столба. В Зульском районе небольшой дождь, плюс 17. В горах переменная облачность без осадков. У подножия Эльбруса 7 градусов выше нуля. В Тарнаузе облачно с прояснениями. Несильный дождь, плюс 11. В Аксане, Чигеме и Нардкале также несущественные осадки. Воздух прогреется до 18-20 градусов. Пасмурно и в Прохладинском и Майском районах, плюс 20. Такая же погода и в Терском и Лискенском, 19-20 тепла. Осадки не исключены и в Черехском районе, плюс 17. В Нальчике переменная облачность. Возможен небольшой дождь, плюс 19. На этом у меня все. Хорошего настроения в любую погоду. В магазине Уфис и Дом итальянские спальни от 98 тысяч рублей. Спальня в московских фабрик от 29 тысяч 990 рублей. Огромный выбор матрасов. Спешите. Город Нальчик, улица Кирова, 294. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова